Первооткрывателям привет! У нас есть чуть больше двух минут на то, чтобы с благоговейным трепетом взглянуть на гроб Господень, поискать мозг и гуанадона и понаблюдать за звездным дождем. Подробности далее. Погребальная ложа Иисуса Христа сохранилась неповрежденным. К такому выводу пришли ученые Национального технического университета Афин после того, как со святыней впервые за сотни лет была снята закрывающая ее мраморная плита. При разборе камней, которые археологи обнаружили после снятия плиты, они нашли еще одну плиту с высеченным на ней крестом. По предположениям ученых, она была установлена во времена крестовых походов. Затем исследователи обнаружили погребальное ложе, высеченное в возвестнике. Как оказалось, ложе сохранилось в целости, несмотря на то, что стены пещеры, где оно располагалось, были разрушены в начале XI века вместе с первоначальным зданием храма гроба Господня по приказу халифа Хакима, который тогда правил Иерусалимом. В распоряжение специалистов из Кембриджского университета попал эндокран – рельефная внутренняя сторона черепа, отражающая рисунок крупных сосудов, борозд и извилин головного мозга динозавра. Позднее выяснилось, что находка содержит не только отпечатки, но и минерализованные оболочки сосуды и ткани мозга. Предположительно, динозавр погиб вблизи болота, и мозг, оказавшись в кислотной среде без доступа к кислороду, мыл замаринован, прежде чем наступило гниение тканей. Мозг принадлежал крупному травоядному ящеру, относящемуся к игуанодонам, жившим около 133 миллионов лет назад. Найденный фрагмент, однако, слишком мал, чтобы можно было точнее оценивать размеры мозга, интеллектуальные способности динозавров и получить прочие характеристики. Накануне в Геологическом музее имени Штукинберга Казанского федерального университета заработала выставка, посвященная уникальной коллекции метеоритов, переданной в дар музею известным популяризаторам космической науки, членом-корреспондентом Российской академии естественных наук Андреем Станюковичем. Метеоритная коллекция насчитывает 176 гостей из космоса. Абсолютно все не только красивые и необычные, но и представляют интерес для науки. А два метеорита и вовсе являются самыми настоящими жемчужинами коллекции. Это Паласово железо и Ишеево. Взглянуть на знаменитую коллекцию Станюковича можно, начиная с 31 октября. На выставку приглашаются все любители загадочного и неизведанного. Это были самые загадочные новости науки на сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok